Мизинский или Шуконский районы Архангельской области Это страна, размеры которой больше, чем у таких государств, как Бельгия, Армения или Молдавия. Оказаться здесь все равно, что посетить иную планету. Здесь нет ничего из того, к чему большинство из нас привыкло. Существует стереотип, который заставляет туристов ехать в Египет, Турцию или Грецию, достопримечательности которых известны всем с детства, причем в деталях. А вот на русском севере есть все, что способно заставить открыть рот от удивления и запрыгать от восторга даже самого искушенного путешествия. Здесь можно увидеть то, чего не встретишь больше нигде. Ну, разве что на Марсе. Но не только уникальность ландшафта и неповторимые пейзажи могут быть интересны здесь для познавателя. Да, здесь удивительно абсолютно все, в том числе и неизвестная история этого края. Существует целый ряд причин для того, чтобы не будоражить умы и чувства обывателей подробностями прошлого этой неизведанной земли. Часть из них вполне объективные, продиктованные заботой о чувствах верующих, потому что не всем понравится правда о том, что же на самом деле называлось старой верой. А правда заключается в том, что до христианства на Руси столетиями существовала иная вера. Вера в бога Николу, которого так и называли Никола – русский бог. Иначе Никола – угодник, которого ни в коем случае нельзя путать с христианским Николаем Чудотворцем, мощи которого покоятся в итальянском городе Бари. Русский Никола – не Николай. Он именно Никола, или, как его еще называли на севере, Некла или Нюкля. Это ему ставили по всей Руси храмы, часть из которых по сей день называются Никольскими. Только люди уже забыли русского бога и думают, что эти храмы посвящены Николаю Чудотворцу из римского города Ликия. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Леший на коне. Дорога без конца. Ну, в смысле, не то чтобы дорога, но направление. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Фильмы ужасов снимать можно. Во! Смотри, какие слои глины. Это они срезали? Ну да, срезали, когда дорогу делали. Дорогу делали. Это безумные декорации. Я не верю, что это все в реальности происходит. В стране Николы подлинная история надежно законсервирована. Наши друзья из деревни Шилява убедительно доказали, что здесь любой дом является музеем. И открытие здесь можно делать на каждом шагу. Оно так, наверное, ставилось. Ага, да, наверное. А это было, оно должно вот так вот висеть. Из-под тяжкости. Ага, видишь? Так это, получается, от деда осталось у нас? Да это старше. Ты что, с такими ружьями ходили люди вообще с 19 веки только. Да ты что? Конечно. Я понимаю. Смотри. Ну, ты ж тут даже дробь еще есть. Вон, да даже дробь, да. Семерка. Мерочка. Насыпаешь сюда дробь. Вот эту мерочку вставляешь в мешочек, в пороховницу. Вот так. Раз, опрокинул, у тебя одна норма пороха на выстрел. Ага. Засыпаешь ружье, потом отмеряешь. Вот, отмерена уже дробь на выстрел. Все, стреляешь. Вот такой уникальный просто аксессуар охотника. Ну, значит, это прадеда, может быть. Не знаю. Это очень старинная вещь. Это очень старинная вещь. Такой ложкой пользовался глава семейства, когда нужно было сказать ребенку, не лезь поперек батьки в пекло. Не лезь поперек батьки в пекло. Не лезь поперек батьки в пекло, не лезь поперек батьки в пекло. Токарные станки по дереву-то были простые, очень целые. У меня где-то даже... Нет, это уже на современном, это-то на старом. Эти старые, эти веретины. Ну, бабушка, я видела, вот так держала? Не-не-не, вот так вот. Вот, вот. Как они без упора, а вот так вот. И с упором, и всякой, без упора. Раньше такие катали, гладили. Да? Да, я сама маленькая, даже вот той. То есть ты прям полноценно гладила? Да, баловались, нам нравилось очень. Вот, вот, вот вида профессионалов. Потому что я знаю, как это делается. Вот так, поехали. Ну, в принципе, у нас это все должны знать, потому что все же видели фильм «Тихий дом». Ух ты! Это наряд, это праздник какой-то, это одевалась. Вот, выворачивалась. Нет, наверное. Да. Да, одевалась так, да. Поверх, поверх. А-а-а. Это как ткань-то называется? Тафта. Это ж тафта. Да. А ты уверена, что на эту сторону надевается? Конечно. Да, конечно. Слушай, ладно, одень. Это руки проделывать надо. Да, и так это... Для красоты сделалось. Да, да. Это сейчас такие потом тоже появились. Болеро называлось, да? Помните? Вот оно как. Правим, погладим, нарядим. Ох! А, еще эта самка какая-то. А раньше-то как это называлось, интересно? На, посмотрите, как я видала. На, посмотрите. На, посмотрите. На, посмотрите. На, посмотрите. Вот так, вот так. Болеро называю. И потом они стали появляться, вот несколько лет назад как раз их начали носить где-то начали в тысячах. Называлось Болеро. А их тоже отдельно, их нужно отдельно. Их несколько, да? А подвес у меня есть, мама у меня от ладок нет. Да, это, это, да, да, да. А эти подвесы... Нет, на окошке. Ткань уникальная, просто уникальная. Шепрасный узор. Это сейчас музеи будут бизжать от зависти, когда увидят, вот это вот. Тут текстура ткани видно. Видишь? Старинная. А я сейчас не думаю. Как ее так делали, я не знаю. И сколько она хранится лет уже? Да. Идеально. А это тафта, да еще узорчатая, это же вообще сказка. Так и главное, то, что вчера нам Ким же женщина сказала, да, что их не стирали, не гладили, они... Пачкались что ли? То есть они по сто пятьдесят, по сто лет стоят в таком вот виде, как будто бы ее вчера сделали и купили. Вот это вот состояние, да? Абсолютно нет ветхости. Вот у тетушки Натальи есть такие же занавески. Но форма не такая, конечно. А я сфотографирую. С улицы видно, с улицы видно у тетушки. Домотканное полотно. Подарок. Вот такая ширина, получается, была станка, да? Угу. Нет. Миша, это как машинка называется? Это, наверное, простая. А зингер у тебя где-то была, ведь? От бабушки Александровны. Вечная, молодец. Да, вечная. Ну, это так просто украшить. Посмотри, вот тут кресты. Надо на свету. Вот непонятно, что это. Яблоки, сливы. Вот они самые основные вот эти вот вещи. Но это достаточно распространенные узоры. Нет, не основные вещи. Основные эти черные. Соединение меня вот это вот очень волнует прямо. Надо же так. А это связь такая? Да. Это увязывали так. Довольно сложно это работать. Это сюда, это сюда. Ну, она как влажная была. Ее прям пропихали, а потом исход. А вот что вот это вот непонятно, видишь? Яблоки, сливы. Яблоки, сливы. Ну, я так предполагаю. Может, с вас другие мнения будут. Я-то еще люлька деревянная ведь есть. Вот так, около старой бани, еще случайно прислонились жернова, милечко. Это, Андрей. Для лошади, так они маловаты. А тот изношенный. Видишь? Изношенный. Тонкий даже. Вот новый-то, видишь? Да. Изношенный. Видишь? Новый и сравни это. Да, ты видишь, комплект. Запасные и уже сношенные. Вот это вот. На две ноги? Кто-то ходил. Может. Самое интересное, они без шипов. А знаете, что без шипов? Это просто подковы на каблуки. Ааа, точно? Да нет. Это на... Это каблуки. Это на сапоге. Это, наверное, нет. Вот. Вот это... Вот. Это то, что вы видели. А мы подковы. Ну, хотя... Наверное, на сапоге. Да, набойки на сапоге. На каблуки. Какой же ты все-таки, Андрей Викторович, умный? Да. Да, там были другие. Да возника были. И по размерам. Вот. Сношенные каблуки, пожалуйста. Это да. На сапоги на юхте вы накидывали. Да. Надо же. Вот. Настоящий экспонат. Не музейный. Действующий. Вот такая керамика северная. Очень тяжелая штука. В магазин идешь, так... Сдача остается, так возьмешь там несколько коробков. Ой, вы не пропадете, да? Да, у вас... Спички же быстро заканчивались, поэтому их покупали всегда очень по многу. Стоила одна копейка, да? Да, одна копейка. Ну, вот тут написано. Вон. Кстати говоря, вот у нас на Колыме тоже продавали спички Кереповецкой фабрики. А, нет. Все может быть. 50 лет октября. Ну, вот я жил на улице 50 лет октября. Кабарга. Медведь. Кабарга. 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 Ой, здесь сундуки есть. Ведь расписывали сундуки-то как. Да. Тут буфет совсем старинный. Это мама моя отдала, а там красивые горшки-то. Этот так же выкинут, говорит, забери, он на повете все стоял. Прирывать. Вот вверх сними, низ на колидоре от этого шкафа. Кабара-инг. Красных натября Маша, уже высохла, да, эта глазурь? Да. Ты смотри, какой красивый. А эти пробные, наверное, были первые. Вот те, почему, кто одел. Они бракованные. Ну, они не то, что бракованные, очень такие простецкие. Я картошку, наверное, отварил. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы отправляемся на дальнейшие поиски следов староверов. И о результатах этих поисков вы узнаете из следующих фильмов. Тогда вы, наконец, поймете, в чем отличие между старообрядцами и староверами. Поверьте, все, что вы слышали об этом раньше, просто чудовищное заблуждение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok